И всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня я бы хотел начать новый цикл реальной жизни в GTA 5. В общем-то, ребятки, сегодня мы начинаем с вами реальную жизнь полицейского. Я скачал самый крупный мод, который сейчас существует для GTA 5. Это просто, ребята, мод, который изменяет практически весь функционал игры. Во-первых, ребята, как вы видите, сейчас на карте у нас с вами обозначены полицейские участки. И нам нужно будет с вами устроиться как раз-таки в один из этих полицейских участков, чтобы начать нашу работу полицейского. Ну и в самом начале этого ролика, ребят, я бы хотел спросить у вас, а нравится ли вам данная рубрика? Если вы хотите реально увидеть по ней продолжение как можно скорее, то ставьте лайк под этим роликом прямо сейчас. И, конечно же, пишите комментарий по поводу, ну, данной рубрики. Как вообще она вам? По сути, ребята, я серьезно говорю, что это самый-самый проработанный мод для GTA 5. Он добавляет просто огромнейшее количество изменений. Так что, друзья, если вы хотите увидеть полноценную, огромнейшую, многосерийную рубрику по данной модификации, то прямо сейчас поставьте лайкос и, в общем-то, я уже в скором времени выпущу вторую часть реальной жизни полицейского. Ну что ж, ребятки, давайте, в общем-то, будем сейчас выдвигаться к одному из полицейских участков. Пожалуй, я, наверное, возьму... У нас тут есть главный полицейский участок, который находится вот здесь. В принципе, я думаю, что туда мы ехать не будем. Давайте мы устроимся вот в этот полицейский участок. Он находится прямо в центре. В принципе, там неплохое такое местечко. Я бы там с удовольствием поработал. Само собой, ребята, это у нас реальная жизнь, поэтому я буду стараться соблюдать все правила, то есть правила дорожного движения. Не буду пользоваться оружием там, где, скажем так, им не положено пользоваться. То есть, ну, вот все такие аспекты ролевой игры у нас с вами, ребята, будут соблюдаться. Так, что у нас там? Помеха справа есть. Сейчас, короче, все проедут, и мы с вами будем уже потихонечку выезжать. Не хотелось бы нарушать сразу же правила. Сейчас будем все аккуратненько делать для того, чтобы все у нас было нормально, друзья. Так, вот таким вот образом выезжаем, короче. И поехали к нашему полицейскому участку. 500 метров всего до него осталось нам с вами. Так что это в целом недолго. Так, хорошо, светофор, красный свет. Подождем маленько, посмотрим. Так, зелененький. Молодой человек, вы что творите? Нафига вы идете на красный свет? Я, блин, чуть не врезался из-за него. Ладно, фиксим, короче. Давайте поедем дальше, друзья. Сейчас нам нужно будет доехать до полицейского участка. Я думаю, вы уже все догадались, что это за полицейский участок. Прямо в центре Лос-Антоса находится, рядом с Лос-Антос Кастомс. Я там неоднократно уже был. В принципе, место реально хорошее. Вот сейчас, когда езжу по правилам в ГТА-5, я реально понимаю, насколько здесь неудобное движение, друзья. Светофоры просто натыканы на каждом перекрестке, на каждой маленькой улочке. И передвигаться реально очень тяжело. И машина едет медленно. Блин, я не представляю, как в жизни реально тут ездят обычные люди. Так, ну что ж, друзья, давайте заходить уже в полицейский участок. Сейчас быстренько с вами устроимся. Посмотрим, что нам с вами выдадут в самом начале. В общем, заходим и смотрим, ребята. Все. Реальная жизнь полицейского начинается, ребята. Вот такой вот офигенный у нас с вами будет полицейский участок. По-моему, он выглядит реально круто. Причем находится в самом центре. Я думаю, что тут зарплата будет соответствующая, потому что такой перспективный, скажем, участок. Так, и тут мы с вами можем выбирать, за кого мы с вами будем играть. Очень много различных скинов. Так, ух ты, блин. И причем каждый, каждый относится, ну каждый, получается, к различным фракциям относится. То есть вот это уже спецназ такое у нас получается. Это FBI. В принципе, я устроюсь пока обычным в СПД, потому что я пока что, скажем так, мало чего достиг в этом деле. Пока что у меня не может быть там даже хорошего снаряжения, скажем так, базовое снаряжение. Надеюсь, мне выдадут электрошокер, пистолет и дубинку, которые мне очень сильно пригодились бы. Так, давайте выберем одежду. В принципе, кстати, вот этот вот, вот это мне больше всех нравится. Нулевая, но она выглядит реально круче всех. Так, гир, это у нас, что я тут меняю? Так, о, пистолет. Хорошо. А, инсигна. А, все, я понял, это типа значки, да? Но пока что я без них, потому что я, в принципе, ничего еще, как я сказал, не достиг. Давайте наденем очки. Так, где, где, где? Так, рандом, почему он, почему он не хочет? Вот. Блин, нет, это чересчур уже. Давай вот так. Да, мне нравится. Select and Continue. Все, начинаем, ребятки. Посмотрим, что нам сейчас дальше предложат. Так, предлагают выбрать себе, конечно же, транспорт. Какой транспорт мы с вами возьмем? Очень много различного транспорта, ребята. Его реально очень много. Пожалуй, 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 я, наверное, возьму себе... Ах, это что было, самолет? Лед? Какого фига у меня розыск? Я... Так, небольшой баг. Я понял. Ладно, ребята. Так, сирены. Сирены... Так, не будем включать. Экстра. Это что у нас? Это еще одни сиренки, что ли, какие-то? Что-то я понять не могу. Давайте мы их уберем. Мне они не очень нравятся. Ну, вот сирены вот такие обычные оставим, короче. Рабочим их делать не будем. Там, если что, сами их включим, когда будем ехать на какое-нибудь задание. Сейчас посмотрим, что у нас с вами есть из оружия вообще. Какого фига мне дали розыск? Я так и не понял, друзья. Это какой-то баг, по всей видимости. Все. Начинаем, ребята. Начинается наш цикл выживания. Ну, даже не выживания, а реальной жизни. Все включается. Посмотрите, все моды. Так, Aris Manager. Assorted Culloids. Все очень круто. Ну, что ж, друзья. Посмотрим, что у нас с вами есть по управлению, как говорится. Так, хорошо. Ох ты, блин. Мне сразу же, короче, дает какое-то задание. Так, включаем сейчас сирены. Так. Что? О, стоп. Я не понял. Я не могу включить даже сирены сейчас. Какого фига? Ладно. Так, выдвигаемся в таком случае без сирен. Я вот сейчас нарушаю правила, друзья. Но почему-то, по всей видимости, я не взял сирены. Я не могу их включать. Получается, да? Потом мы это с вами, друзья, поменяем. Сейчас без сирены я постараюсь... Буду хоть нарушить правила, но постараюсь сделать все безопасно для других лиц. Сейчас я вижу, что полиция уже собралась в этой местности. Там у нас что-то очень много полицейских. Видимо, какое-то серьезное преступление было совершено. Так что выдвигаемся как можно скорее, друзья. А, там погона, погоня даже целая. Я понял, друзья, я понял. Так, давай, давай, давай быстрее. Вот так вот сейчас в конвой. Вольемся и, в принципе, нормально будет. Оу! Чувак, ты что творишь? Твою мать! Бешеный какой-то! С управлением, видимо, не справился. Нафига так гнать? Я понимаю, что стресс. Да, я понимаю, что стресс, но нафига меня так подрезать? Это было очень, очень неприятно. Так, выдвигаемся за всеми ими. Так, вот сейчас движемся вот сюда. Блин, как-то, как-то очень, как-то очень умело уходит у нас нарушитель. Вы это видите вообще, да? Он куда-то уезжает очень далеко. Я его, по всей видимости, не догоню. Быстрее меня даже машины едут. Вот эти вот, которые спереди. Меня это не очень сильно радует. Так, вау! Блин, тут сколько столкновений различных. Офигеть! Да, работать полицейским в Лос-Антосе, ребята, это не очень просто, я хочу вам сказать. Это капец как тяжело. Тем более, учитывая, что у нас вот такие вот глупые копы. Чё они творят? А нахера они подрезают меня, ребят? Вы заметили, сколько раз меня уже подрезали? А, я... Ну, я, кажется, понимаю, с чем это связано, потому что у меня не работают сирены. А я их включить не могу, по всей видимости, из-за того, что я их не выбрал. Чёрт побери, а? Написано, нажмите Y. Я вот нажимаю сейчас на Y, друзья. Машину нужно будет поменять, это уже разбито в хламину просто. Меня начальство точно убьёт из-за того, что я испоганил машину на первом же задании. Причём первое же задание, ребята, я уже отстаю от всех и не могу догнать нарушителя. Это же просто капец, ребята. Ну вот, первый день в полиции. Первый день на работе, чёрт побери. Достаточно тяжёлый, оказывается. Я думал, будет попроще, признаюсь, ребята. Думал, будет намного проще. Думал, что задание будет попроще. Но нет нифига подобного, ребята. Первое же задание достаточно тяжёлое. Причём я не могу догнать нарушителя. Учитывая то, что все машины спереди едут быстрее меня. Я его навряд ли догоню, чёрт побери. Так. Оу, что это было? Чёрт побери на земле. Так, хорошо. Так, едем, 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 едем. Господи, как тут надо маневрировать. Так, хорошо. Проехал, вроде как жив. Твою ж дивизию, а. Давай, давай, давай. Быстрее ускоряйся. Всё, поехали, поехали, поехали. Вот, я его вроде как опережаю. Оу, твою мать, один врезался. Так, нужно будет скорую помощь вызвать, наверное. Я думаю, что ноги поранятся. Плюсом там на дороге у нас было столкновение, как вы видели, да. Вдалеке тогда ещё, где машина, там перевернулась практически. Нужно будет 100% вызывать ещё скорую помощь, друзья. Так, выезжаем навстречку. Хрен с ним, короче. Поехали. Нужно быстрее, ребята, это всё делать. Потому что осталось пару машин полицейских. Осталось три машины, которые едут. Ох ты, твою мать. Я не думал, что будет всё так жёстко, ребята. Ну как вам, это эпик, по-моему, да? Самый настоящий эпик. Так, поедем вот так вот, ребят. Сейчас мы, короче, их всех обгоним, я думаю. Срежем. Срежем, 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 срежем. Так, вот таким вот образом. Всё хорошо, ребята. Я выезжаю с ними на одну линию. Так, отлично. 170 км в час, ребята. Просто скоростной предел, можно сказать. 200 почти-ка мы едем. Вы представляете себе это? Я не могу себе это представить. Так. А, во, всё. Сирены включились. Офигеть, ребята. Офигеть. Всё, сирены подрубились. Я понял. Я, походу, неправильно сделал. Сирены, короче, подрубились. Так. Стоп. Где? Он снизу, что ли? Твою мать. Где? Где чувак? Я вообще не понимаю, что происходит. Чувак снизу где-то. Так. Хорошо. Я понял тебя. Так. Нужно спускаться вниз, ребят. Чувак где-то снизу сейчас бегает. Он вышел из тачки и просто спрыгнул. Просто спрыгнул на землю. Так. Только где мы его будем искать? Давай побежали туда, короче. Ой, господи. Какой тут сильный трафик. Я, походу, сейчас, ребята, врежусь в кого-нибудь, мне кажется. Так. Давай, 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 давай. Вот так быстрее. Так. Где он? Бежит, ребят. Бежит тут. Так. Первое задание. Сразу же погоня. Опа. Так. Спускаемся. Так. Где он? Твою мать. Я не вижу его, ребята. Он уже где-то там спереди. Нужно срочно его догнать. Нужно срочно его догнать. Оружие пока в руки брать не буду. Я не знаю, кстати, вооружен тут чувак или нет. Но он паркурист, видимо. А он тут паркурит везде. Я надеюсь, что я его догоню. Он очень быстрый. Почему-то я один побежал. Все остальные? А, не. Вон они там остановились. Сейчас поедут за ним, короче, как я полагаю. Он выходит на дорогу. Вышел на главную дорогу. Сейчас его там могут принять. Зря я, наверное, машину бросил. Хотя нет. Я сейчас так до него добегу. Во-во-во. Полиция. Полиция едет. Хорошо. Так. Все. Время паркурить. Так. Давайте. Спецназ остановите его. Почему я должен за ним один бежать? Почему по нему даже никто не додумался уже стрельнуть? Он же реально удирает. Мы же... Твою мать. Мы же полиция. Лос-Сантоса, ребята. Это Америка. Здесь полиция может делать, по сути, реально все, что необходимо для их безопасности. А мы сейчас просто как идиоты бежим. Да придурок. Дай тачку. Я не могу его тачку забрать. Дай машину. Оу. Так. Отлично. Отлично. Я подсунулся. Так. Мужчина. Точнее, девушка. Пожалуйста, дайте машину. Я потом ее верну. Потому что сейчас машина реально очень сильно нужна. В Америке, даже в России можно так делать, когда ты предоставляешь машину органам власти. Это такое реально, ребята. Есть такой закон, что мы обязаны ее предоставлять в случае чего. Так. Все. Сейчас доедем, доедем, доедем. Давай, 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 давай. Так. Стоять. Вот так вот. Стой, козел. Так. Лежать. Лежать. Так. Приляг, братишка. Давай. Давай. Остановись. Вот так. Все. Успокоился. Так. Все. Руки вверх. Давай, 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 давай. Связывай его, братан. Хорошо. Садись на землю. Ох, придурок, блин. Сраный придурок. Все, ребята, его арестовывают. Ох ты, твою ж дивизию. Твою ж дивизию. Все, давай. Пошел. Что, вы поведете его? Спецназ, видимо, поведет. Нет? Или что? А, он тут прямо у полицейского участка, да? Он прямо у полицейского участка. Сейчас его просто, наверное, перенесут. Так, братишка. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Ты идиот. Вот серьезно. Нахера ты это сделал? Сколько он тут бегал? Это же просто капец, братан. Я могу тебя как-нибудь взять или нет? Или тебя все арестовали? Ладно, в таком случае давайте сейчас мы вызовем с вами... Э, стоп! Куда? Куда пошел? А, все, его отводят. Я уже испугался. Давай, давай, давай. Давай, веди его, братан. Веди, веди. К машине. Пусть садится, короче, и едет в тюрьму. За такие проступки, как скажем, да? Даже это уже не проступок, это уже преступление. Он от полиции пытался его гнать. Все, давай, залази. Быстрее, братишка. Все, вот так хорошо. Все, садится. И уезжает. Все. Красавчики. Ох, первое здание, ребята, сделано. Ну что ж, как вам данный модик, ребята? Ну-ка, напишите-ка мне в комментариях про это, потому что, мне кажется, это, блин, полная жесть, друзья. Мы с вами угнали машину. Я так полагаю, сейчас мне нужно будет ее... Ой, сразу же следующее задание, друзья. Следующее задание какое-то. Так, ну это не моя тачка. Я ставлю ее у полицейского участка. Вот это, может, моя? Нет, это тоже не моя. Мою, видимо, уже увезли, да? Ладно, тогда эту сейчас мы с вами довезем до нашего полицейского участка. Кстати, кстати, кстати. Еще одно преступление какое-то было совершено, и нам уже предлагают туда отправиться. Нам уже предлагают туда выехать. Ну ладно, что, поехали. В принципе, ребята, сейчас тачку я довезу до полицейского участка. Там возьму свою служебную. На неслужебный, ребят, я передвигаться не могу. Но я буду, опять же, нарушать сейчас правила, потому что было совершено нападение. Так что мне нужно спешить, и я так буду, ну, в некоторых моментах нарушать. Допустим, вот здесь я вот так вот сплошную, вот так прерву и, короче, развернусь вот таким вот образом. Некрасиво, да, знаю, ребята, еще и встречка. Ну ладно, в принципе, неплохо. Тем более машина эта помечена сейчас как моя, то есть я могу на ней пока что передвигаться. Потом ее, если что, просто отвезем к полицейскому участку, там оставим. Я думаю, владелец этой машины потом придет, если что. Так, братаны, я вот так вот спокойненько просто нарушу, подрежу, потому что надо спешить, серьезно. Надо просто спешить. А, задание пропало, да? Ну ладно, в таком случае, ребята, все, в таком случае будем ехать уже нормально. Ну что ж, ребятки, в общем-то, я думаю, на этом можно закончить наш первый ролик. Он был такой более ознакомительный. То есть мы с вами посмотрели, что это за мод. Я провел такой небольшой опросик среди вас. Понравился он вам или же нет? Хотите вывести продолжение? Ооо, я понял, я понял. Так, ну, снова задание, короче, ребята, снова задание. Сейчас придется, короче, мочить чувака. Он в шоке, просто он сейчас в полицейскую машину врезался, вы представляете себе это? Так, стоп! Стоп! Стоп, братан! С тачки! Выходим из тачки! Выходим! Оу-оу-оу! Зачем стрелять-то сразу же? Я, я не понимаю... Так, постой, братан! Так, давай-давай-давай, сейчас мы к тебе подойдем, короче. Полежи, братишка, полежи вот таким вот образом. Все, хорошо. Все, вот так. А, у него оружие! Все, я понял. Ох, так, его трясет до сих пор. Ну, твою ж мать, я придется вызывать скорую помощь. Вот нахрена вы это делаете, а? Так. О, господи, сколько у нас тут всего? Так. А-а-а. Таким вот образом, хорошо. Хорошо. А, все, его, короче, приняли, по всей видимости, да? Сейчас его эти заберут. Ну, туда нужно, наверное, скорую помощь вызывать. Ладно, я думаю, они справятся, они дураки тоже. Ладно, ребятки, ну что ж. Я включил радио, сейчас они будут мне тут фолудить своими оповещениями. Но, в принципе, ладно. Давайте выдвигаться к полицейскому участку, друзья. Я думаю, что на этом и с вами ролик наш сегодняшний закончим. Я надеюсь, он вам понравился, ребят. Я надеюсь, вы поставили лайки, конечно же. Ну, и подписались на мой канал. Пишите в комментариях, как вам мод. Хотите ли вы видеть продолжение или же нет. Обязательно, ребят, не забывайте про это. Ну, а с вами был я, Жека Гост. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.